Бери и беги. В США в канун Рождества в несколько раз выросло количество краш из магазинов. В преддверии главного семейного праздника и в самый разгар экономического кризиса многие американцы обнаружили, что им не на что купить подарки. И поэтому решили их украсть. По статистике, в предновогодние недели каждый десятый житель США пошел на сделку с совестью. Подробности у Игната Павлова. Когда на носу Рождество, а экономический кризис оставил без работы и доходов, самый быстрый способ заработать – что-либо украсть. Так и поступила вот эта женщина из Нью-Джерси, заприметив почти бесхозную коробку, стоящую во дворе чужого дома. Ее поступок зафиксировала камера видеонаблюдения. Она просто воспользовалась ситуацией, увидела коробку, схватила ее и побежала. Тактика «бери и беги» становится все более популярной среди американцев. США охватила настоящая эпидемия грабежей. Только за последние несколько месяцев количество ограблений на улицах увеличилось на 41%. Пословица «мой дом, моя крепость» все реже звучит из уст американцев. Кражи в домах увеличились на 47%. Подсчитывают убытки и владельцы магазинов и супермаркетов. Здесь статистика еще больше поражает. Ежедневно с прилавка пропадает товаров на сумму 35 миллионов долларов. Воруют все – от дисков до детского питания и дизайнерской одежды. В ход идут любые ухищрения. Вещи заворачивают в фольгу, чтобы не сработала сигнализация на выходе из магазина. Меняют этикетки с ценой и даже предъявляют на выходе фальшивые кассовые чеки. По данным исследователей, каждый одиннадцатый житель свободной Америки хоть раз да что-нибудь забрал из магазина, не заплатив. Это очень опасная тенденция. Траектория роста преступлений идет вверх по всей Америке. Причины роста криминогенной обстановки – экономический обвал США. И, как следствие, сотни людей, выкинутых на улицы, с климом сокращен. Люди, у которых есть работа, не склонны к преступлениям, они законопослушны. А вот те, кто ее потерял, ничто, конечно, не оправдывает их действия, но безработные считают кражу выгодной альтернативой. Статистика на рынке труда – более полумиллиона человек на сегодняшний день без работы. Это почти 7% от экономически активного населения США. Катастрофическое социальное наследие администрации Буша, справляться с которым придется уже команде Обамы. Нам отчаянно нужно заставить экономику двигаться, создавать новые рабочие места. К счастью и несчастью одновременно у нас есть план действий на будущее. Двойственная оценка будущего американской экономики неудивительна. Все аналитики сходятся во мнении, что количество безработных в ближайшее время будет только расти. И, скорее всего, достигнет критической отметки 10%. А упомянутый план действий позволит хоть на некоторое время удержать эту цифру в пределах 7,5. Однако, по неофициальным данным, он предполагает госинвестиции в экономику в размере 850 миллиардов долларов налогоплательщиков. Впрочем, даже такие влияния в тонущую американскую экономику не дают стопроцентной гарантии стабилизации ситуации. И уж точно они не подействуют молниеносно. А пока, похоже, что все больше фотографий простых американцев будут появляться на этих своеобразных досках позора в супермаркетах, предупреждающих, что с экрана монитора на вас смотрит вор. Игнат Павлов, Вести.